Недалеко от побережья Танзании находится идеальный остров. Его прибрежные воды украшены коралловыми садами, а суша – мангровым лесом. В этой многоликой среде обитания живет множество созданий, как над водой, так и под ней. В определенное время, чтобы покормиться, из глубин поднимается загадочное существо. Остров Мафия Подводные чудеса Африки Остров Мафия Заколдованный рай К теплым водам у восточного побережья Африки подплывает таинственный древний морской скиталец. Откуда он прибыл, сколько ему лет и куда он исчезнет – мало что известно. Лишь на мгновение он показывается из воды и тут же вновь исчезает в океане. Китовая акула Достигая веса в 20 тонн, она является самой крупной рыбой на Земле. Эти акулы загадочны настолько, насколько же и прекрасны. На планете есть всего несколько мест, где регулярно кормятся китовые акулы. Одно из этих мест расположено между побережьем Танзании и небольшим островом Мафия. В местных водах им есть чем поживиться. И все благодаря особому расположению острова Мафия и его тщательно сбалансированным средом обитания. Остров Мафия длиной в 50 километров – просто точка в океане. Он расположен в 20 километрах от устья реки Руфиджи на Большой Земле. Бассейн этой великой реки охватывает 20% Танзании. Ее воды несут в океан огромное количество питательных веществ. Южное течение уносит нутриенты на север. Преобладающие северные ветры выталкивают их обратно. Таким образом, у острова образуется скопление нутриентов в высокой концентрации. Ими питается планктон. Но роль острова не ограничивается созданием богатого пищей участка. Он обеспечивает необходимые условия для процветания различных сред обитания. Они сосуществуют в тонком балансе, обеспечивая друг друга пищей и защитой на разных уровнях. И крошечная жизнь, и огромная среда в равной степени кормят и оберегают друг друга. Каждая среда и каждый обитатель являются частицами одного пазла. Они вносят свой вклад в богатство островной экосистемы. Раз в месяц с наступлением полнолуния появляется последняя деталь пазла. Солнце, Луна и Земля встают в одну линию и вызывают сильные колебания уровня воды. Сизигийные приливы и отливы. Смена уровня моря с самого высокого до самого низкого дополняет богатую систему еще большим количеством нутриентов. Именно в это время многие морские обитатели мафии размножаются. Поэтому во время визита акул в летнее время в местных водах для них полно еды. У берегов острова эти редкие и таинственные создания находят для себя особое лакомство и причину, по которой они всплывают кормиться на поверхность. Поскольку этот крошечный участок суши окружен морем, жизнь на острове Мафия находится под влиянием приливов и отливов. Пятнистая медуза – не исключение. Во время прилива медузы перемещаются на мелководье над зарослями морской травы. И здесь, пульсируя сквозь воду, они поедают планктон. Недавние исследования показали, что у медуз самый энергосберегающий способ передвижения среди всех животных. У большинства медуз всего одно ротовое отверстие, но у пятнистой медузы их несколько. Они расположены на щупальцах в виде палицы, и через них она поглощает микроскопическую добычу. Пока медузы бороздят воды, другие ждут, когда планктон сам придет к ним. Эти афиуры лежат в вылистом пологе мангровых лесов в ожидании своей очереди. Когда прилив подтапливает их дом, они пускают в дело свои руки-лучи, вылавливая ими принесенный приливом планктон. Более 17 квадратных километров острова Мафия покрыты манграми. Во время прилива море полностью затапливает их и осушает при отливе. Эти деревья приспособились расти в изменчивой среде, где от такого количества соли погибли бы все растения. Выжить им помогает отчасти способность выводить излишки соли через листья. Но, как и все листья, живут они недолго. Отмирая, листья падают прямо в океан, разлагаются и дополнительно насыщают воду нутриентами. В свою очередь эти нутриенты становятся пищей планктона. Это первое звено в пищевой цепочке океана и корм для множества созданий. Но рециркуляция нутриентов далеко не единственная задача мангровых лесов. Они играют важную роль в поддержании соответствующей среды для одного из эпицентров островной жизни. Коралловые рифы в прибрежных водах мафии растут буйно. Для фотосинтеза им крайне необходимы солнечный свет и чистая вода. Мангровые леса отфильтровывают из уходящей с острова воды осадочные отложения, поэтому акватория прибрежной зоны не мутнеет. Но этого кораллам недостаточно. Глубина воды должна быть такой, чтобы солнечные лучи дотягивались до них, а температура держалась в пределах 20-32 градусов по Цельсию. Теплые воды острова Мафия под тропическим солнцем создают все необходимые условия для пышной жизни рифов. А где рифы? Там и рыба. Рифы отплачивают мангровым лесам, принимая на себя энергию океанских волн. Это значит, что вода у берега спокойная, волны не сбивают мангровые деревья, и они растут устойчиво. Но на этом отношения не заканчиваются. Открытый океан – опасное место для молодой рифовой рыбы. Мангровый лес в виде необычных корней пневмотофоров служит для молоди спасительным укрытием. В отличие от корней большинства растений, эти растут над землей, что позволяет манграм не задохнуться в бедной кислородом грязевой массе после отлива. Кроме того, в специальных мешках они делают запас воздуха, чтобы дышать под водой. Лабиринты мангровых корней слишком запутаны для крупных хищников. Зато для молодой рыбы это настоящий рай с богатой пищей водой. Чтобы такие взаимовыгодные отношения между рифом и болотом не кончались, мангры должны воспроизводиться. Для этого деревья, как, например, эту мангровую яблоню, опыляют обитатели острова, включая одно особенно харизматичное создание. Каморская летучая лисица – один из нескольких млекопитающих видов островной фауны. Летучие лисицы широко распространены на тропических островах Индийского океана. Осваивая новые территории, они перелетают через океан на сотни километров. Врагов у них крайне мало, а тропических фруктов для еды много, и лисицам здесь вольготно. Лисицы – важные опылители фруктовых деревьев острова. Большинство деревьев, цветками которых они питаются, выделяют нектар по ночам. И поэтому днем они свисают из деревьев большими колониями. Иерархия в колонии строится по запутанной системе из альфа-самца и его гарема-самок. Выход из линии грозит жесткой трепкой от старших самцов. Такая социодинамика ограничивает количество лисиц на одном дереве. Несмотря на огромное количество деревьев на острове, лисицы устраивают насест не везде. Они выбирают низкие деревья, защищенные рельефом острова от сильных ветров, но при этом достаточно высокие, чтобы легко срываться в полет на восходящих потоках воздуха. На острове мало годных для насеста деревьев, что ограничивает популяцию лисиц. Но и в таком количестве они прекрасно справляются с важной ролью опылителей. Лисицы вносят важный вклад в здоровье мангровых лесов и косвенно пользуются благами самой густонаселенной среды из всех. Благоприятные условия для роста превратили коралловый риф в кишащий жизнью цветущий подводный метрополис. На этом рифе обнаружили 460 видов рыб и 52 вида твердых кораллов. Как в случае с летающими лисицами, их численность ограничена только местом. Чтобы захватить его, кораллы используют ряд стратегий. Некоторые растут в стороны огромными пластинами, захватывая как можно больше поверхности. Приверженец этой стратегии борозчатая агориция растет плоскими корзинками, максимально покрывая поверхность, чтобы ловить микроскопическую добычу. Другие же выбирают расти сначала вверх к свету, а потом в сторону. Аленерогий коралл один из самых удачливых. на рифе он разрастается быстрее всех и служит укрытием для многих крошечных пловцов рифа. Если одни вынуждены прятаться, то чернополосый острорылый иглобрюх отпугивает хищников ядовитой слизью на коже. Поэтому он спокойно поджидает самок в открытой воде. В кораллах скрывается не только мелкая рыба. Карауля, ничего не подозревающую жертву, под снующей толпой, затаился каменный окунь. Пока одни на рифе прячутся друг от друга, другие, маленькие и большие, на нем встречаются. Эти креветки-чистильщики добывают себе на жизнь, оказывая услуги другим обитателям кораллов. Они объедают отмершие ткани и паразитов с крупных рыб. Это их источник питания, и в этом они целиком и полностью зависят от рифа. Креветки организуют мастерские на определенных участках, в так называемых очищающих станциях. Они размахивают своими длинными антеннами, чтобы показать, что готовы к работе. К ним подплывает заинтересованный клиент, и они принимаются за дело. А это один из любимых покровителей и завсегдатаев рифа. Марену редко встретишь в открытом океане. Она предпочитает терпеливо поджидать жертву в кораллах. Челюсти марены, сокрушающие беспозвоночных, легко прокусят человеческий палец, а о тонком панцире ракообразных и говорить не приходится. Поэтому креветки-чистильщики самые смелые в мире донтисты. Креветки оказывают услуги отдельным особям. Но одно существо помогает работе рифа в целом. Биссы – морские черепахи относятся к группе рептилий, населяющих океан последние 100 миллионов лет. Это единственные морские животные, диета которых состоит в основном из морских губок. Своим острым клювом они способны добраться до самых узких щелей в рифах. Выедая губки, они расчищают дорогу к укрытию и пище для мелкой рифовой рыбы. Забирая жизнь в одной сфере рифа, они дарят ее в другой. Эти пловцы с легкостью и без особых усилий скользят над рифами. С места кормежки они мигрируют размножаться на берег на огромное расстояние. Зафиксированный рекорд составил поразительные 6000 километров через Индийский океан. Панцирь биссы защищает ее от большинства хищников. Чтобы не подвергать опасности мягкое брюхо, бисса держится ближе ко дну. Но они не могут все время находиться внизу. Каждые несколько минут они вынуждены всплывать на поверхность, чтобы подышать. В этот момент они очень уязвимы. Задерживаться слишком долго на поверхности опасно, поэтому они набирают воздух быстрыми глубокими глотками и как можно быстрее спускаются на спасительное дно. Но даже там черепахи остаются беззащитными перед действиями человека. Это зеленая морская черепаха погибла от взрыва рыбацкого динамита. С помощью такого способа рыбалки в радиусе 20 метров от взрыва погибает до 400 особей рыбы. Кораллы также страдают от разрушительного эффекта. Эти старые воронки в полной мере ощутили мощь рыбацкого динамита, и теперь эти шрамы будут затягиваться многие годы. Сейчас на острове мафия рыбалка с динамитом запрещена законом. Охраняемая акватория покрывает 822 квадратных километра. В Индийском океане это самый большой и единственный в своем роде заповедник. И он будет оберегать здоровье рифов для будущих поколений. К счастью для китовых акул-мафии не все рыболовецкие методы несут разрушение. Китовые акулы и жители острова мафия добывают себе пищу в одной среде. Когда человек выходит в океан рыбачить, два мира сталкиваются. Едва солнце покажется над горизонтом, как от острова отчаливают рыбацкие лодки. Рыбалка – важный аспект жизни на мафии. И в этом ремесле местные жители особенно умелые мастера. С появлением улова вода наполняется неслыханной радостью. Огромными сетями рыбаки сгоняют добычу в центр. И затем начинают затягивать сети единственным элементарным приспособлением. Эти люди выросли в воде и, задерживая дыхание на несколько минут, чувствуют себя на глубине так же комфортно, как и на поверхности. Демонстрируя мастерство и опыт, они загоняют косяк рыбы в точку, где его можно поднять из воды. Но в сеть попалось кое-что еще. Рыбаки поймали двух китовых акул. Сбор улова оборачивается суматохой из людей, акул и мелкой рыбы, запутавшихся в сетях. Но переполох быстро закончился. Акулы рыбакам не нужны, и они быстро выпроваживают их из сетей. Акул отпускают с миром бороздить их родной океан. Это непостижимо загадочные создания. Ведь человеку неизвестна даже продолжительность их жизни. По разным теориям от 60 до 100 лет. Вокруг острова мафия собираются молодые особи. Достигнув 30 лет, они исчезают. Куда, никому неизвестно. В подавляющем большинстве встречаются самцы китовых акул, и никто не может объяснить почему. Единственное место, где самки встречаются регулярно, находится в Тихом океане у Галапагосских островов. Напрямую это 14,5 тысяч километров. Считается, что самки дают потомство где-то глубоко в центральной части Тихого океана. В утробе самки могут находиться сотни эмбрионов на разной стадии развития. И у всех будет ДНК одного отца. Ученых это наводит на мысль, что самки способны сохранять сперму самца и самостоятельно оплодотворять собственные яйца по мере их выработки. Этих незлобных гигантов можно увидеть в тропических водах океана по всему миру только в тот момент, когда они всплывают на поверхность за кормом. Выяснилось, что особи, чипованные у берегов Саудовской Аравии, ныряют на глубину до 1300 метров. Предположительно, их передвижения продиктованы циркуляцией источников питания. Китовые акулы питаются фильтруя воду. Когда океан изобилует планктоном, они с большой скоростью вбирают его в огромных количествах через рот и сбрасывают излишки воды через жабры. Чем плотнее скопление планктона, тем эффективнее работает система питания китовых акул. Этим акулам вольготно вбогатых нутриентами водах мафии. Полная луна принесет акулам еще больше корма. Полнолуние запускает массовый нерест. Все обитатели рифа пустят в воду миллиарды икринок и сперматозоидов. Ученые спорят о причинах этого явления. Одни убеждены, что рыбные икринки разносятся мощнейшими колебаниями воды, другие же считают, что лунный свет активирует ночные нерестовые миграции. Как бы там ни было, нерест в период полнолуния пополняет застолье акул новыми блюдами. Репродуктивный процесс на рифе острова мафия буквально кормит китовых акул. Чтобы китовые акулы каждый год могли в волю наедаться, в единую картину должны сложиться все детали пазла острова мафия. обеспечивая будущее своей колонии, летучие лисицы усиленно размножаются в короткий период спаривания с апреля по июнь. Самец медленно, но весьма решительно подбирается к самке. Она поворачивается к нему. И вскоре они начинают спариваться. Брачные отношения между лисицами строятся из укусов и агрессивного сношения длительностью несколько минут. Условия для спаривания не слишком удобные. Крайне сложно висеть вниз головой не раскачиваясь при таких акробатических объятиях. висеть висеть и висеть 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 В отличие от миллиардов икринок, производимых на рифах, летучие лисицы рожают только одного детеныша в год. Но на острове с малым количеством хищников и разнообразием фруктов созданы все условия для выживания колонии этих животных. С приближением вечера лисицы покидают свой насест и летят кормиться под полной луной. Они не единственные готовятся к суетливой ночи. Крабы-привидения проводят долгие дневные часы в поиске пищи и с последними лучами солнца устремляются в свои норы. Они зарываются на метровую глубину в песчаных пляжах мафии. Очаровательные белые самки беспорядочно насыпают песок, а самцы собирают аккуратные кучки. Чтобы дышать, им приходится смачивать жабры, а для этого лучше всего окунуться в море. Сегодня сизигийный отлив, и крабы отправляются искать корм на большие расстояния. На закате, воцарившаяся на острове тишина, противоречит предстоящей ночной суете. Безоблачное ночное небо над мафией озарилось ярким светом. Полной луны. Эта ночь запахла переменами. Следующее утро имеет для самок краба-призрака особенное значение. Самка несет свою кладку по берегу в высокой приливной волне. Она долго ждала этого момента, чтобы отложить свою ценную нож. Стремительно отступающая волна сизигийного прилива быстро унесет ее личинки в море. Они будут дрейфовать 4-6 недель, пока выжившие личинки не вынесет обратно на берег. Она методично ходит по пляжу со своей тяжелой ношей, раскладывая ее на равном расстоянии. День вступает в свои права. Волна спадает до самой низкой отметки и осушает корни мангровых деревьев. И тут открываются возможности для островных цапель. В сизигийный период вода отступает быстрыми темпами и, прятавшаяся в мангровых зарослях рыба, оказывается в ловушке. И цапли быстро это смекнули. Птицы бродят по мелководью среди мангровых корней и стремительно нападают на молодую рыбу. Легкий перекус с молодью – приятное угощение для цапель. Но это ничто в сравнении с дневным пиршеством. Наконец-то для китовых акул сложились все элементы пазла. Мощные отливы полнолуния осушили мангровые леса и вынесли в прибрежные воды массу нутриентов, обеспечив рост планктона. Новый нерест рыбы наполнил воды икрой и спермиями. Великаны-цидильщики приступают к еде. Они поднимаются на поверхность океана и плывут в обширном скоплении планктона. Акулы легко и непринужденно маневрируют своими гигантскими телами. Их жабры, словно сито, задерживают все, что меньше двух миллиметров в диаметре. Излишки воды выводятся, а крохотная пища остается внутри. Китовые акулы кормятся, грациозно кружась в подводном танце. Экосистема острова Мафия – плодородный, наполненный жизнью край. Его процветание держится на хрупком балансе множества микроклиматов. Лес, риф и болото – жизнь всех сред обитания зависит друг от друга. Раз в месяц, с наступлением полнолуния, их пышная жизнь расцветает с невиданным размахом. Для китовых акул это пиршество становится поводом подняться из морских глубин. Их пища слишком неприметна для наших глаз, но в островных водах ее достаточно, чтобы утолить голод этих благодушных гигантов. Здесь они пользуются благами обласканного тропическим солнцем мира. Мир, где суша и вода, встречаясь, порождают дары, которые невозможно отыскать в океанских глубинах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok